Друзья, всем привет! Сегодня полезная и простая самоделка, актуальная для зимы. Для изготовления понадобится сода, 70% уксус, вода и какая-нибудь емкость. Далее у меня это будет маленькая пластиковая бутылка. Предлагаю посмотреть быстрый процесс изготовления, там все понятно, и далее дам комментарии. Приятного просмотра! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И вот после всех нехитрых манипуляций со смешиванием соды с уксусом и дальнейшей их растопкой в горячей воде, подводит нас к финишной прямой. Растопленную жидкость переливаем, как я уже говорил вначале, в какую-то емкость. У меня это будет маленькая пластиковая бутылка из-под детской воды. Вот что делает эта штука. Приоткрываем крышку и начинается химическая реакция с выделением большого количества тепла. Жидкость кристаллизуется и около полутора часов остается теплой. Термометр показывает в пределах 40-50 градусов. Грелку можно убрать снаружи карман и греть руки, или поместить во внутренний и греть тело. Но самое главное, что она многоразовая. Просто кипятим грелку в воде, и через 5 минут она снова готова к использованию. Она остается горячей сначала в жидком состоянии, а затем, по нашему желанию, запускаем процесс кристаллизации, и она снова греет. Такие есть и заводские, но не всегда их получается быстро купить. А это можно быстро изготовить из подручных средств. Благо, все компоненты продаются почти в любом продуктовом магазине. Друзья, если вам понравилась такая самоделка, и вы не знали о таком способе, то ставьте лайк и пишите комменты. Какие еще виды грелок вы знаете? Те, кто не подписан на канал, обязательно подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые и полезные видео. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok